Вот тут второй вопрос Ирины Линд. К улучшению жизни и демократизации. Но ведь это будет... Ну, она рассуждает о будущих государствах на территории России. Это будет просто десяток гниющих Приднестровий и убийственных ДНРов. Половина будет банановыми ионетками, мафиозными государствами с националистическим флёром. Пространство для коррупции, грабежа, нарушения прав человека. И пространства этого будет ещё больше. Ну, во-первых, куда больше, Ирина. Сейчас это всё пространство России. Подверженное коррупции, грабежу, нарушению прав человека. Вы правы. И там возникает очень серьёзная проблема. На этой территории будет ещё ядерное оружие. Что с ним будут делать эти бандиты? Ну, представить себе можно, если вот сегодня... Если у вас хорошие нервы, представьте себе, что было бы, если бы у этих ДНРовских бандитов оказалось несколько ядерных боеголовок. Какому шантажу они подвергали бы соседние государства? Страшно представить. Да, это серьёзная проблема. Но, понимаете, это такие всё-таки мелкие территории. Всё-таки это не огромная территория. Там одна восьмая часть суши. Это уже будет много мелких проблем, которыми будут заниматься, наверное, там, Япония, Китай, разными территориями. Там Финляндия, европейские страны. А Калининградом, Кенигсбергом, я думаю, Германия займётся. Ну, проблема, вы правы, проблема серьёзная. Но всё-таки это не то же самое, что иметь дело с сегодняшним бандитским государством в Кремле. Какая-то была такая старая истина, пословица, что из больших неприятностей надо делать маленькие. А на маленькие не обращать внимания. Это принцип жизни. Ну, вот на эти маленькие придётся всё-таки обращать внимание и решать их. Но это будет легче, чем решать сегодняшнюю проблему с кремлёвской властью. Дезинтеграция, к сожалению, неизбежна.